Федеральный автомобиль На строительство дорог из федерального бюджета выделялось 25 миллиардов долларов. Это самая большая федеральная программа в истории США по строительству дорог повышенной безопасности между удаленными друг от друга частями страны. Новые скоростные магистралы сделали легко доступными районы и города с неразвитой экономикой и таким образом расширили внутренний потребительский рынок для производимых в стране товаров. В большинстве случаев федеральными дорогами в Штатах владеют и распоряжаются местные власти. Они определяют максимально разрешенную скорость движения и отвечают за состояние своих участков магистралы. Эти дороги часто используются при целых быстрой эвакуации без случая ураганов. Расходы на содержание федеральной дорожной сети делаются между местными и федеральными властями и покрываются главным образом за счет налогов на бензин. Маркировка федеральных дорог в США помогает водителям придерживаться выбранного ими маршрута. Дороги с нечетными номерами ведут с севера на юг, а дороги с четными номерами ведут с востока на запад. Штат Айова находится на пересечении двух федеральных трасс. Это федеральная трасса номер 80, которая пересекает Соединенные Штаты с востока на запад, начинаясь в Нью-Йорке и заканчиваясь в Сан-Франциско. Другая федеральная трасса, хайвей номер 35, начинается у озера Верхней на севере страны в штате Миннесота и заканчивается на юге в штате Техас на границе с Мексикой. Самую длинную автомагистрал Интерстит-90, часто называя просто I-90 или I-90, она начинается в Сиэтле, штат Вашингтон, на северо-западе США и заканчивается в Бостине, штат Массачусетс, на северо-востоке страны. Ее общая протяженность 5000 километров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok